Украшения во все времена были частью жизни человека. По сей день без них не обходятся ни женщины, ни порой мужчины. В древности люди вкладывали двойной смысл в украшения. Они являлись отличительным знаком родовой, племенной и социальной общности. Украшение – это всегда очень личная вещь. Когда-то украшение служило визитной карточкой человека. В украшении можно было узнать об этнической принадлежности, о семейном положении, о социальном статусе, даже и о возрасте. И одновременно украшение еще играло и роль оберега. Древнерусское ювелирное мастерство испытывало влияние сразу нескольких культур. Скандинавские мотивы викингов, изысканные орнаменты, напоминающие исландские, христианское величие. И при этом основа устойчивой языческой традиции. Все это стало источником творческого воображения древнерусских мастеров. При этом свои особенности исследователи отмечают у рязанских ювелиров. Рязанские украшения, такие крупные, с яркой чернью, с такими чаще всего очень сытыми и довольными птицами. Что на браслетах, что на медальонах, что на колтах, по сравнению с другими. Они, может быть, не так затейливо орнаментированы. У них очень простая кайма. Она может быть или жемчужная, или из круглых шариков, полусфер. Ну, во всяком случае, мне кажется, что если мне покажут вещи новгородскую и рязанскую, я их запросто друг от друга отличу. Подлинную виртуозность древнерусские мастера проявили в обработке цветных и благородных металлов. Им были доступны все технические приемы, известные в те времена. Золочение, чернь, скань, зернь, перегородчатые и вымчатые, эмаль, литье, тиснение, гравировка. Каждый мастер использовал свои приемы, а с течением времени к средневековью. Преображались украшения в связи с духовным содержанием культуры народа. Вот почему по сей день рассматривать украшения тех древних мастеров не просто эстетика, но и прикосновение к тайнам, многие из которых, возможно, нам никогда не разгадать. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».